Понятие договора о гарантии безопасности в настоящее время У которого нется товарища И свидетельствует, что наш господин пророк Мухаммад Его раб и посланник, который в достоверном хадисе сказал Лучшими из рабов Аллаха у Всевышнего Аллаха являются те, которые выполняют свои обещания Придерживаясь благочестия Да благословит Аллах пророка Мухаммада и его семейство Сподвижников и тех, кто последовал за ними искренне вплоть до судного дня А затем Воистину, ислам — это религия безопасности и сохранности, мира и спокойствия, благочестия и добродетеля Да нет сомнений в том, что выполнение обязательств является великой моральной и гуманной ценностью Согласно которой поддерживается доверие и достигается защищенности между народами А также развиваются связи сотрудничества, дружбы, прогресса и просветания среди членов одного и того же сообщества Поэтому выполнение обязательств считается одним из ответвлений веры и одним из доказательств праведности и честности Ведь это высшая Божья нравственность, благородная пророческая этика и истинное исламское поведение Ислам предписал своим последователям необходимость обладать этикой выполнения обязательств, договоров и заветов А также очень строго подтвердил данный вопрос Сыршни Аллах говорит То есть посвятите себя выполнению любого завета, который вы наложили на себя Будь то между вами и Аллахом всемогущим или между вами и людьми И не отказывается от клятвы после того, как вы их подтвердили И после того, как вы назначили Аллаха гарантом и поручителем за вас Когда вы дали обещание Соответственно, тот, кто заключил договор, должен его уважать А кто дал обещание, тот обязан его соблюдать Более того, всемогущий Аллах поведал, что Те, которые соблюдают договоры и заветы после их заключения Являются людьми его любви, людьми истины и благочестия Среди всех творений В этой связи Аллах, слава ему и величия, говорит Баламан ауфа би ахдихи ваттақа фа инна Аллаха юхиббул муттақин О нет, если кто выполняет обязательства и боится Аллаха То вид Аллах любит богобоязненных Сора семейства Имрана, аят 76 Тот, кто соблюдал договоры после их заключения Проявлял терпение в нужде, при болезни и во время сражения Таковиты, которые правдивы, таковы богобоязненные Сора корова, аят 177 Всемогущий Аллах также показал, что они обладатели Великой награды и наследники сада блаженества Он, слава ему и величия, сказал А кто был верен тому, о чем он заключил завет с Аллахом Тому он дарует великую награду Сора победы, аят 10 Затем Всевышний объяснил эту великую награду В другом месте своей книги, сказав Которые сохраняют доверенные им и соблюдают договоры Которые стойки в своих свидетельствах И которые оберегают свой намаз Им будет оказано почти не в райских садах Сора ступеней Тем самым Пророк, да благословит его Аллах И приветствует, превысит ценность соблюдения заветов И предостерегал против их нарушений или невыполнения Ибо нарушения или невыполнения обязательств Влечет за собой коррупцию обществ Потерю доверия среди людей и вероломства Пророк, мир ему и благословение Аллаха сказал Лицемира отличают три качества Если он рассказывает о чьем-нибудь То льжет Если обещает что-нибудь То не сдерживает обещания И если ему оказывают доверие То он не оправдывает его Пророк, мир ему и благословение Аллаха Также сказал Мусульмане должны Выполнять условия своих соглашений Если только эти условия не запрещают то, что дозволено И не разрешают то, что запрещено Пророк, мир ему и благословение Аллаха Предостерегал от наказания предательства Говоря Когда в день воскрешения Аллах соберет первых и последних То для каждого предателя будет поднято знамя И будет сказано Это за предательство такого-то сына такого-то В связи с этим, Ибн Кафир даст милостивиться Над ним Аллах сказал Мудрость этого в том, что предательство скрыто совершается И люди не видят его Поэтому в день воскресения Оно становится опубликованным У выдавлением о том, что предатель сделал И таким образом показываются людям Скрыты коварства и предательства И перед всеми творениями Аллах даст ему вкусить позор В состав обязательств, которые шариат Приписал выполнить и сильно подчеркнул их Строгое соблюдение Входит договор о гарантии безопасности Что в настоящее время означает Согласие, виза или разрешение Которое одно государство Выдает гражданину другого государства С целью въезда на его территорию В качестве туриста, посетителя или резидента В соответствии с международными нормами В соответствии с международными нормами Уставами и договорами В отношении дипломатов и тому подобное Или в соответствии с сторонными соглашениями Между государствами С помощью любых способов Установленных и юридически признанных Принимающим государством Согласно его действующим законам А как только такое лицо Получит вид на жительство Визу или разрешение на въезд У него есть право и неприкосновенность В пределах этого государства А также этот завет Предоставленный иноземцу Государством является обязательным Для всех его граждан и жителей Его нельзя нарушить, обойти или игнорировать Согласно шариату и законодательству При этом простые люди Когда обнаруживают какое-либо расстройство Которое нарушает безопасность Или нарушает общественный порядок Их государство Должны передать дело компетентным сторонам Чтобы государственные органы Могли привлечь правонарушителей К ответственности В свете того, что требуется И регулируется законодательством Иначе все становится хаосом и беспорядком Если индивидуальные лица Принимаются за это дело Бесспорно, что выполнение данного завета Является одним из самых актуальных И неизбежных обязанностей Установленных шариатом Законодательством Патриотизмом И гуманизмом Если наша истинная религия Превысила ценность Договора о гарантии безопасности То всем мусульманам Стоит подчиняться ему Другими словами Обязательство, которое Один мусульман берет на себя Должно быть обязательным Для всех мусульман А что если данное обязательство Становится уставом Регулирующимся шариатом и законом Взаимно и унитарно Нет сомнений в том Что это требует от всех Выполнить обещания и заветы А не нарушить, тратить Или даже ставить их под угрозу Воистину, ислам Это религия соблюдения заветов И договоров Религия, которая Не знает ни обмана Ни мошенничества Ни предательства С самого начала Исламской миссии Пророк Мухаммад Мил ему благословен Аллаха и все его сподвижники Пусть Аллах будет доволен Ими всеми Никогда не отказывались Дать кому-либо Право безопасности Или нарушали какой-то Договор о гарантии безопасности В связи с этим Всевышний Аллах обращается К пророку Мил ему благословение Аллаха А если ты опасаешься Измены со стороны людей То отброс договорные обязательства Чтобы все оказались равны Воистину Аллах не любит Изменников Сура добыча Аят 58 Рассказывается Что Муауи Абнаби Суфиан Да будет доволен им Аллах Заключил с римлянами договор А однажды Муауи Абнаби Суфиан Желал приблизиться К их границам Чтобы напасть на них Сразу же после Окончания действия Данного договора Однако Один из подвижников Пророка Мил ему благословение Аллаха Очень быстро пробежал за ним Говоря Аллах Велик Аллах Велик Прощу соблюдение договора А не предательство Тогда они узнали Что это Амр и Аббаса Да будет доволен им Аллах Который передал Пророк Да благословить его Аллах И приветствовать Сказал Если кто-то Заключил договор С какой-либо общиной То ему стоит Не затянуть Не развязать узел В одностороннем порядке Иначе Открыто Расторгнут договор С ними После чего Муавия Абнаби Суфиан Да будет доволен им Аллах Отступился Величие Ислама И проявляется В высочайших образах В повелении Аллаха Всемогущего Своему пророку Мир ему благословение Дать приют Любому Кто просит У него убежище Даже если он был Многобожником И даже если он был Войном Всевышний Аллах Сказал Если же какой-либо Многобожник Попросит у тебя Убежище То предоставь ему Убежище Чтобы он мог Услышать слова Аллаха Затем Доставь его В безопасное место Потому что они Не вежественные люди Соропокаяние Ая Честь Пророк Мир ему благословение Аллаха Словом и делом Крепко установил Эти благородные Ценности Которые Обеспечивают Безопасность И мир всему человечеству Он Мир ему благословение Аллаха Сказал Нет веры У того Кто не обладает Надежностью И нет религиозности У того Кто не соблюдает Договор Он Да благословит его Аллах И приветствует Также сказал Человек Который Убил Неверующего Заключившего Договор С мусульманами Даже не почувствует Благоухание Рая Хотя оно распространяется На расстоянии Сорока лет Пророк Да благословит его Аллах И приветствует Еще сказал Мусульманин Является Тот Кто Не причиняет Вреда Другим Мусульманам Своим языком И своими руками А верующий Это тот Кому люди Готовы доверить Своё имущество И жизни Вот пророк Мухаммад Мир ему благословение Аллаха Нам практически Воплощает Самые замечательные Примеры Выполнения Завета Даже со своими Врагами Передаёт Что Худайф Абнельяман Да будет Доволь Им Аллах Сказал Не помешало Принять Участие В битве При Бадре Только одно Когда я Вместе со своим Отцом Отправился В Медину Неверные Курашиты Схватили нас И стали говорить Поистине Вы хотите Присоединиться К Мухаммаду Мы сказали Мы не хотим Присоединиться К нему А хотим Только вернуться В Медину И они Заставили нас Поклясться Аллахом Что мы Уедем В Медину Но не будем Сражаться Вместе с ним Когда же Мы Явились К посланнику Аллаха И обо всем Рассказали ему Он сказал Поезжайте В Медину Мы Выполним Данное им Обещание И будем Просить у Аллаха Помощи В борьбе Против них Соответственно Мы Подверждаем Что наша Обязанность Состоит В том Чтобы Мы Соблюдали Договоры И уставы Которым Привержено Государство В отношении Каждого Человека В отношении Каждого Человека Въезжающего В нашу Страну И проявляли Сотрудничество И солидарность В отношении Защиты Его жизни Чести Имущества И конфиденциалности Кроме того Наш долг Прекрасно Принимать И чтить Иностранца Чтобы он Увидел То что нам Нравится Представлять О величии Нашей религии В глубине Нашей цивилизации И развитии Нашего гуманизма Таким образом Нам удастся Создать Такой Ментальный Образ Которого Мы желаем Нашей религии Родине И обществу Так как поступают Развитые нации И цивилизованные Народы Вот что я хотел бы сказать Я прошу Аллаха Прощения И для меня И для вас Хвала Аллаху Господу Миров Мир И благословения Господину Всех людей Пророку Мухаммаду Его семей Сподвижникам И всем Кто последовал За ним Вплоть до Судного дня А мои братья В исламе Ислам Это религия Справедливости Терпимости И мирного Сосуществования А мусульманин Это всегда Название Безопасности И спокойствия Носитель мира Повсюду В своей стране И в других странах Если мусульманин Переезжает В другую страну Будь то Мусульманинское Государство Или не Мусульманинской То вызов Предоставленный Ему Этим Государством Выступает в качестве Договора о гарантии Безопасности Согласно которому Он бывает в безопасности В отношении Своей жизни С другой стороны Данная виза Представляет собой Договор о гарантии Безопасности Для жителей Такого государства Согласно которому Они бывают В безопасности В отношении Своей жизни И имущества В силу этого Он должен Собладать законы Этого государства честно и правильно исполнять свои обязанности. Ему нельзя захватить их имущество, напасть на их честь или вероломно поступать каким-либо образом, чтобы быть лучшим послом своей религии, родине и цивилизации. Ведь как только он выезжает в такие страны, обещает Аллаху Всемогущему выполнить возложенные на себя обязательства, иначе он будет из-за числа таких, о которых Всевышний Аллах сказал А тем, которые нарушают завет с Аллахом после того, как они заключили его, разрывают то, что Аллах велел поддерживать и распространяют нечестие на земле, уготованное проклятие и скверное обитель. Аят 25. Между тем, имам Аш-Шафаида смилостивится над ним Аллах в своей книге «Алюм» Мат сказал, «Если мусульмане отправляются в страну не мусульман, по договору о гарантии безопасности, ему нельзя захватить что-либо из их имущества, мало или много, даже если они воюют с мусульманами, так как безопасность должна царствовать над всеми по заключенному договору, при этом все стороны обязаны соблюдать разрешения и ограничения, о которых договорились». «Да буди блажен тот, кто сказал, «Выполнение обязательств соблудает благороднее, а нарушения совершают подлее. Для меня наиважными из прекрасных качеств являются защита дружбы и сохранение клад. О Аллах, укажи нам под к наилучшим качествам, ибо никто, кроме Тебя, не направит к ним, и лиши нас дурных качеств, ибо никто не избавит нас от них, кроме Тебя».